Соловецкая Голгофа Автор сценария картины призналась, что все, кто принимал участие в создании фильма, вернулись из поездки немного другими людьми. В 1937 и 1938 годах с особой жестокостью расправлялись с невинными людьми. Есть сведения, что некоторых узников палачи закапывали живыми, поэтому долгое время земля над ямами еще шевелилась. Документальная лента повествует о крестном пути двух курских священно-мучеников, которые в 30-е годы прошлого столетия находились в ссылке на Соловецких островах и в Карелии. Это архиепископы Демиан Воскресенский и Иосаф Живахов, Медвежьегорск, Беломорканал, Соловецкие острова, Валаам, Сандармох, город Боровичи, остров Анзер. Все эти живописные места удалось посетить нашей съемочной группе. А это гора Голгофа, самая высокая на Соловецком архипелаге. На ее склоне мы увидели то, что потрясло больше всего. Это береза, которая образует совершенно правильный крест. Творение природы – чудо Божье. Нерукотворный крест вырос на священной земле, обильно политой кровью невинных людей. Работая над фильмом, съемочная группа встретилась с наместником Валаамского монастыря, епископом Троицким Панкратием и игуменом Домоскиным Орловским. Это один из первых в нашей стране исследователей подвига российских новомучеников. Батюшка уверен, что они – последние святые, прямые молитвенники за нас. По признанию нашего телеоператора Геннадия Воробьева, во время съемок он чувствовал незримую духовную поддержку. Благодаря этому многочасовая работа над фильмом прошла на одном дыхании. Я просто чувствовал помощь. Я не знаю, чью помощь. Я чувствовал, слов нет таких, чтобы это определить, что помогало. Но что-то помогало. Это научен, как я знал, конечно. И знал, что церковь это все, как скажем, приветствует и их канонизирует. Это я знал. Но не знал, насколько это нужно современным людям. Места, конечно, очень красивые, оставляют двойственное впечатление. Вот этой неземной красоты и в то же время чувствуешь, что эти камни видели очень много печали. Премьерный показ киноленты «Соловецкая Голгофа» состоится в январе 2015 года на телеканале СЕИМ. Екатерина Худякова, Геннадий Воробьев, телеканал СЕИМ.